Доброе-доброе утро, девочки! Посмотрите, кто со мной рядом лежит здесь. Мишка-подушка. Ссылочку я оставлю, где я его заказывала. Это сайт с креативными подарками, где я брала бутылочку. Бутылочку потом, как встану с кровати, вам покажу. Вот, и её можно как игрушку, то есть она может на кровати лежать, использовать так и подушку. Я сегодня с ним сплю уже второй день. И реально он какой-то такой, знаете, удобный очень для того, чтобы можно было обнять, на него лечь. И первый день, когда я его получила и положила рядом с собой, я здесь вам фотку вставлю, я разместила её в Инстаграм, у меня капитон лёг рядом с ней. То есть я не игрушку положила, да, не мишку положила рядом с капитоном, а капитон просто рядом лёг с ним один в один, идентично просто. Голову так же положил, ноги почти точно так же положил. Вот как раз капитошка идёт. Да, капитон? Мой сладкий такой. Можете купить для ребёнка. Реально он удобен для того, чтобы его можно было, девчонки, обнимать. Вот так вот его ложить, можно было вот так вот, и обнимать. То есть он очень мягкий. Ещё плюс ко всему он такой приятный к телу. Плюшевый, плюшевый. То есть вот это вот, это настоящий плюш, он невероятно мягкий, прям вот, прям такой мягчайший, нежнейший, приятный на ощупь. Там много, там, кстати, вот эти вот подушки закончились, там есть разные, ну, разные, как сказать вам, ну, может быть, доставят, когда это моё видео выйдет, может быть, ещё и доставят их опять. Ну, есть разные животные, скажем так. Ну, вот я не знаю, вот это вот мне прям подходит идеально, просто под цвет, под бежевый цвет моей комнаты. У меня занавески бежевые, у меня вот диван такой бежевый. То есть идеально, даже когда я постель заправлю, вот я в последнее время, правда, я не заправляю, его можно даже кинуть на диван. То есть, блин, я никому его не отдам, никому, никаким действием я его себе оставлю. И вот эта вот часть, это хлопок, то есть он полностью прям натуральный, вот этот вот плюш, причём невероятный, мягкий плюш, я таких плюши уже давно не встречала. И хлопок прям, единственное, пришёл, я его обработала антисептиком, потому что никак его не бросишь, не постираешь, и всё. Это же не знаю, как его сравнить, с чем размер-то сравнить. А, ну я же фотографию вставлю, и посмотришь, что он размером с капитона. И прям реально круто на нём спать, на нём реально круто вот так вот спать, ложиться. Я его ещё обнимаю, вот так вот. Вот, как подушка, капиташка тут тоже опять прилёг. У меня какая-то ревность к этой игрушке. Я сегодня с утра его вот так вот обнимала. Блин, не вижу. Ой, ой, не стёте моя, не стёте моя. Красота маленькая, моя маленькая, маленькая красота. Вот, я его прям вот так вот обнимала. Ну, ревнует он почему-то к нему. Вот так вот прям обнимала, вот так вот. Ой, это такой кайф, вы просто не представляете. Мася, ты чё ты, ревнует, что я тебя не обнимаю, моя сеть. Что я тебя так не обнимаю. Если бы я так обнимала, ты меня вот так вот бы корябал. Да, вот так вот бы корябал. Ну, Мась, мне больно вообще-то. Мне вообще-то больно. Ай. Ну, вообще-то больно вообще-то. Ты меня всё покорябал, мне все руки покорябал. Ну, короче, она нереальная, девчонки. Удильник у меня 150 раз срабатывает. И я второй день сплю. Первый день я просто ложилась на неё, как на подушку, а сегодня я прям в обнимку спала. Семейная идиллия. Петуш. Петуш. Ты чё это моя? Ты чё, ты ревнуешь, что ли, Мась? Это же игрушка. Это же всего лишь игрушка. Ты чё? А ты живой. Ты живой. А ты игрушка. Чё ревновать-то к нему? Мм? Чё ревновать-то к нему, Зай? Я тебя не брошу, потому что ты хорошая. Я тебя на него не променяла. Всё это за ревность-то такая, Кисан? А? Что это за ревность-то такая? Тётя у нас всё трябаляшки, такие обнимашки. Валяшки, обнимашки. Мась, ну нельзя, это больно. Девчоночки, пока у меня здесь в сковородке жарятся котлетки, как здорово, что есть родители, есть родители в деревне. У меня есть ещё возможность есть натуральные продукты. Гречку, которую, наверное, все запаслись. Девчонки, напишите, кто из вас там затарил полки, холодильники, и кто участвует в этой гонке за продуктами, гонке-порушении, хотела сказать, пишите. Вот. У меня есть своё особое мнение про этот коронавирус. Может быть, когда будет энергия на это, я вам озвучу. Пока у меня здесь готовится мой завтрак, потому что время полтретьего я не ела. Представляете, ещё даже не завтракала. Я вам покажу, хотела рассказать дебады, которые я принимаю сейчас в данный момент. Фитополис, формула молодости от Фаберли. К сожалению, сейчас во многих городах он закончился. Может быть, где-то на складах остались, где спрос немножко поменьше, население поменьше. Ой, сейчас переставлю. Вот. Но жду с нетерпением, потому что хочу родителям заказать. Очень классно поднимает иммунитет. И даже есть отзывы на сайте, что у одной консультантки, консультанта, три девушки, ну, то есть статистика такая, знаете, её не припишешь, что-то такое, нет такого, что совпадения. Три девушки, которые не могли забеременеть, которые долго пытались, ходили по врачам, они пропили три баночки, вот такой вот формулы молодости, две-три, и три забеременели. Может быть, это совпадение, может быть и нет. Но возьмите себе на заметку, девчонки, для тех, кто, ну, те, кто страдает этим недугом, да, ну, потому что все средства хороши, когда это происходит, когда они могут зачать ребёнка, прибегают к различным процедурам, попробуйте какие-нибудь безопасные. К тому же, вот это вот средство повышает иммунитет. Для пищеварения, для того, чтобы кишечник очищался, энзимы, это энзимы растительного происхождения, они не угнетают деятельность поджелудочной железы, так что имейте в виду, я ссылочку оставлю в компаниях, которые я заказываю, оставлю вам внизу в инфобоксе к этому видео. Это у меня Лив-52, для очистки печени, заказывала, заказывала, покупала в Индии, и классное средство, действительно чистит печень, печень чистит, так что-либо другое, потому что у меня папа, который страдал псориазом, больше 10 лет, он пропил Лив-52, и он у него полностью исчез. Вот я в этот раз привезла и родителям, и себе на курс пропить его, попить. Септилин сейчас очень важен, он для меня, потому что это природный антибиотик, он борется с вирусами, я его начала пропивать, пропиваю я в качестве профилактики, по одной штучке, два раза в день, здесь 60 штучек, то есть, соответственно, хватит на 30 дней, то есть, он не стимулирует, скажем так, иммунитет в какой-то степени, а он просто поддерживает травки, держит, если какие-то вирусы даже есть в организме, он прям так с ними хорошо поработает, даже у нас в организме много всяких вирусов, вот будет этим заниматься у меня, трифол очищает все, есть такое мнение, человек пропивший трифолу постоянно, там или по-моему 180 дней, или 365 дней в году, его не возьмет ни одна болячка, не знаю так это или нет, но пью периодически трифолу пропиваю, витамин С сейчас пью, можно даже пить в период ОРВИ, каких-то сезонных вирусов вхождение в большей дозе, чем здесь указано, и еще для иммунитета, я пью, если вот это септилин, это природный антибиотик, то это то, что повышает иммунитет, антистресса, адаптоген, ну то есть хорошими иммуномоделирующими свойствами обладает, тоже пропиваю его по одной штучке после еды, вот, они вот так вот красненькие выглядят, пока вот карантин, на карантине мы сидим, я пока попью эти препаратики, запасла также родители, они мне тоже сейчас в данный момент все это дело употребляют, ну и вот на завтрак я выкладываю себе здесь трифола, здесь лиф-52, гериф-фор, септилин я просто до еды пью, витамин С, и вот витамин Д3, кстати, тоже прочитала, что его нужно курсом пропивать не по две капли, вот здесь вот две капли, а вот по четыре капли я его пью, по четыре капли я его пью, не знаю, много это или нет, вот, но пока пропиваю, все никак не ознакомлюсь с файлом, который мне прислал врач, там написано, что если вы плохо себя чувствуете, то нужно попить витамин Д3, потому что он очень хорошо будоражит, силы восстанавливает, она говорит, я вообще пластом лежала, сейчас по крайней мере прям чувствую себя живчиком, а вот это вот я заказывала на iHerb, ссылочку тоже оставлю внизу в инфобоксе к этому видео, ну и вообще на все доступные ссылки я вам оставлю на все доступные сайты, где что заказывала, но это в Индии вы можете сами найти, на Махабазаре они дешевле всего стоят даже с доставкой, все остальные я вам ссылочки оставлю, вот мой завтрак, две котлетки, ну не знаю, селю я их или нет, гречка, оливки положила, остатки колбасы у меня вчерашние, апельсиновый сок, витамин С и делаю, сделала салат с чесноком и с морковкой, вот, тоже чеснок ешьте сейчас, природный тебе антибиотик,